Если на встрече лидеров ЕС вы не заметите объятий Меркели-Макрона, но заметите толкание локтями, знайте, это не кризис в отношении соседей, а новый карантинный этикет. Мировая пресса не без иронии, а скорее с интересом к тому, как это будет выглядеть, фиксирует то, к чему мир только начинает привыкать. Чувство локтя от CNN и не целуетесь, даже если вы француз от британской Guardian, это, по мнению врачей, хоть и звучит странно, зато безопасно. Первое, от чего придется отказаться, рукопожатие, и к этому готовы не все. Премьер Британии Джонсон не собирается на тактильный карантин, а британские врачи утверждают, англичане не французы, при встрече и так избегают объятий и поцелуев. Любитель теплых приветствий Макрон, к слову, от рукопожатий отказался, хотя пресса все еще не может простить ему дружеский лябис с итальянским премьером Конте в разгар эпидемии на опенинах. На вопрос, а как можно, иллюстративно ответила директор департамента пандемии ВОЗ доктор Сильви Брайан. В своем твиттере она разместила инструкцию безопасного этикета. Во-первых, при встрече друг другу можно просто помахать. Во-вторых, так называемое тайское приветствие с поклоном. Его уже активно применяют в Европе. И, наконец, два самых популярных варианта. Локтевой, уже полюбившийся как любителям вирусных роликов в соцсетях, так и, например, губернатору Небраски. И так называемый фудшейк, или ногопожатие. Его сегодня протестировал глава Минэнерго Александр Новак и генсек ОПЕК Мухаммед Баркинда. Также приветствовать друг друга вирусологи советуют любителям и профессионалам в командных видах спорта. Ведь то, как футболисты празднуют голы, по мнению ВОЗ, недопустимо в условиях эпидемии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!